Не, надо свой телефон купить. Зачем? Ну, чтоб приложение скачать. Я же могу в Инстаграм заходить и просто общаться. А вот что у него там, если зарегистрировать Инстаграм, у тебя будет там 0 человек. Ну, там с собой будешь сидеть. Там с собой будешь сидеть. Пароль какой, говори. Пароль говори. Никогда. Пароль за горшкой король. Тата, ты ведь делала попу, правда? Какую попу, блин? Там грузинская жопа, блин, растет, не поднима по часам. Вот ее бы отрезать, а не то, что ее делать. Ну, она уже у тебя не растет. Я, честно говоря, такая женщина, которая вообще для меня, мой типаж, ну, как бы вот тот, который мне нравится, она должна быть просто худая женщина без жопы точно. То есть я не люблю ни жопы, ни сиськи. Я люблю такое, когда вот женщина просто палочка. К сожалению, мне, чтобы быть палочкой, как раньше, мне нужно покуречить, наверное, килограмм в восемь. На тебе палочка. Я поправилась очень сильно. У меня руки, вот посмотрите, у меня какие руки толстые. Реально, это же не нормальная рука для женщины. Для хрупкой женщины. Ну, я уже не хрупкая, конечно, я уже могу, уже любому борцу фору могу дать своими руками, базуками. Твоя мама говорила, что ты днем не пьешь. Ну, это мама говорила, она же говорила в прошедшем времени. Ребята, у меня вчера был день рождения. Мне сегодня день рождения, вчера, сегодня. Я праздную день рождения. Мне плохо, я проснулась из бадуна. Мне плохо, я хочу пить пиво, чтобы мне стало лучше. Только маме не говорите. Это ровно, дорого, блядь. Мама просто расстроится моя. Зачем мне настроение портить? Так, я тоже не люблю Попу большую таточку. У тебя классная фигурка, спасибо. С виду он не такая вызывающая, да? Спасибо, спасибо. С виду интересную сложность. А? Внутри интереснее смотрят. С виду ужасно. Да и внутри она тоже беспонтовая, я вам скажу. Нормально, да все умеет. Блин, я хочу снять номер, я вчера его хотела снять, я его нигде найти не могу. Договорила. Вот этот вот панорамный, найдите, я сегодня с ним с девочками пойду запить. А мне тоже. Внутри ресторан сегодня, блин, вечером. Я очень хочу найти этот номер, я просто забыла. Он в какой-то гостинице находится, там полностью панорамный вид на 180 градусов. Это очень красиво. Там просто снимали одну серию моего сериала любимого, беспринципный. Да, я тоже люблю его. Прикольный сериал. И там, кстати, одна серия, вот этот вот славик или кто он, он прям сидит в этом номере. Мне очень нравится. Я хочу именно этот номер, всего два. Мне нравится очень, как выбирает Николай Фоменко. Блядь, генерал вообще просто. В этой серии кредо. Это капуста. Можешь, как они сумку эту Гермес покупали? Эрмия. Эрмия? А? Эрмия. Гермес. Гермес не говорят. Ну ладно, дальше пошли. Почему Гермес? Это уж так правильно звучит. На родном языке. А ты знаешь ее модель? Биркин. Биркин. У меня есть знакомая, у которой есть все модели Биркина. Модель Биркина существует одна, потому что модель Биркина, это и есть... Сумочка. Ну, все цвета. Блядь, генерал красавец. Я так прям, я пищал уже. Какая интрига была. Маша с Вовой, были на день рождения. А кто такой Машечка была? А кто такой... Как мы сегодня, по которому летать? Сегодня вечером у меня будет Биркина. У меня вчера был день рождения первая часть, сегодня день рождения вторая часть. Вторая часть мардизонского балета. Да. А завтра мы будет третья часть. Я планирую праздновать. Нюху три раза. Четыре. Сперед, Бурк. Ты уже выиграл, где-то распадался. Потерпи-то тринадцатый. Чего ты тринадцатый? Не, вон, как тринадцатый айфон. А, да. Динадцатый не хочу. Динадцатый. Не надо так говорить, просто иди молча. Да. Чего, все поняли? Да, да. Все поняли, куда я пошел? Да, да, да. Мы просто на ментальном уровне тебя ощущаем. Я позвоню ему. Обязательно. То, что ему двадцать семь, ему заметно. Наверное, и двадцать, да ладно. Так, Винсант поздравил. Кстати, Винсант меня самый первый поздравил. Молодец. Он реально меня самый первый поздравил. Нет, мне собачка самый первый. Нет, нет, мне поздравили Сережа и Винсант самый первый. Ну, Сережа, это мой лучший друг, а Винсант. А, девушка тебя поздравила со мной? Поздравила. Кто самый первый тебя поздравил? Винсант. Да, мне знаете, что Бойти купила? Бойти привели в магазин и сказали, выбирайте по маме подарок. И она мне купила, типа, такую... Ну, я очень люблю тратить деньги на всякую домашнюю фигню. Там, типа, подушки, там, тарелки. Если она напишет наш жеркал. Интерьер. Такой всякой. И она мне, знаете, что купила? Она мне купила такую этажерку с какими-то виноградами. Там, ну, какой-то железный обработка. И красивая, в принципе, ретажерка такая. Ну, правда, через чур для меня. Но мне было так приятно, она сама ее выбрала. Это прикольно, да. И привели в магазин, говорит, выбирай маме подарок. И она вот мне выбрала этажерку подарила. С виноградиками какими-то. Ну, она тебе не очень подходит мне под интерьер. Но мне приятно. Это дочку подарок? Конечно, это круто. Достаточно выбранный. Ладно, я пошел. Давай. Не надо говорить, кто-то пошел. Просто я ему, господи, не помилуй. Шмотки мужские на тебя. Какие мужские шмотки? Ты не вернешь, что мы тебя будем с коммунистом. С коммунистом. Пошел к подполью. Мне надо сейчас всем звонить, со всеми разговаривать. Мне так боль страшно. Что за деды с тобой? Да мы уже обсуждали, что за деды. 27 лет одному деду. Мы заставим. Даже школьник закончил. Где-то нет. Зачем врачи не подали сертификат? Я вообще не понимаю, про какой сертификат. Мы в российских говорили сертификат или что. Вы иногда шутки как-то западаете понимаете. Деньги, да, мне прислали. А почему вообще должна отчитываться, что кто мне прислал? Что за прикол? Я просто не поняла, что потеряла нить. Продолжение следует.